Здравствуйте. Поскольку я включаюсь в тему обучения и я сейчас с компанией Bittrex мы ведем такую школу, маленькую бизнес-школу, в которой сейчас участвует 19 представителей различных фирм, партнеров. Компания 1S Bittrex. Ведем их в форме вебинаров и уже прошли. Первый блок – это финансовый учет. И сейчас бьемся с документами, с приведением этой истории в порядок. Перешли ко второму блоку, который называется управление компанией, управление персоналом. И дальше у нас будет маркетинговый блок, в результате которого мы надеемся, что мы научимся повышать эффективность, наводить порядок, изучать, на чем мы зарабатываем, на чем мы теряем и так далее и тому подобное. Можно я два слова скажу? На самом деле все началось с обсуждения, что все мы без образования бизнесового. Если мы начинаем и делаем бизнес без бизнесового образования, давайте попробуем сделать хотя бы базовые курсы пройти. Вот на самом деле однажды я делал какой-то доклад в Питере, по-моему, о нашем представлении, как устроен бизнес, как управлять делами. Алексей потом подходит и говорит, я теперь понимаю, почему вы такие доклады делаете. У вас просто нет образования. И я на самом деле согласен с ним, потому что у нас нет бизнесового образования. И мы какие-то костыли находим для себя. Ну вот как-то, а я попробовал вот так с людьми, оно получилось. Ребята, айда, давай со мной так же делать. На самом деле Алексей это все ставит на конвейер. И вот я хочу обратить внимание, что это онлайн обучение бизнесу. Это вообще, наверное, не про веб-дизайн, это про то, чтобы заниматься бизнесовой частью. Это бизнес-образование, малый базовый курс бизнес-образования. Если вы его пропустили, либо посчитали, что у вас нет времени, пожалуйста, обратите внимание, он наверняка будет повторен. Записывайтесь. Это очень важно. Мы не смогли взять все. Потому что задания их надо проверять, и поэтому группа была ограничена 15 человек. Четыре еще пробились, но дальше мы уже не смогли, потому что это... Ну, я просто в двух словах. Я занимаюсь и работаю с бизнес-образованием, преподаю в нескольких бизнес-школах. Сейчас уже постоянно, сейчас около 10 лет. Читал курс MBA, был автором подготовки курса мини-МБА. То есть, ну, имею представление, с чем имеем дело. Но сегодня я, скажем так, вот эта маленькая реклама курса, и я надеюсь в подробностях, в том числе и что делать с продавцами, мы в этом курсе тоже будем разбирать, куда и как. Но я хотел вам рассказать несколько слов о вот некоторых наблюдениях, в которых... Ну, я надеюсь, что вы себя не узнаете. Еще раз повторюсь, дело в том, что эти наблюдения касаются, грубо говоря, примерно 70% участников семинаров, курсов. Дело в том, что в этом году прошло еще четыре раза, четыре захода семинары по поводу подготовки к всякого рода презентациям, выступлениям, участиям в выставках. Там работа с лидами, т.д. То есть, у нас прошло еще четыре группы очных в Москве, двудневных, четыре захода по два дня. И плюс вот этот онлайновый курс, который у нас сейчас идет. И я при этом могу сказать так, подавляюще большинство присутствующих людей очень активные, очень стремящиеся. Я с большим удовольствием работаю с партнерами компании 1S Bittrex. И это очень интересно, это очень здорово. Тем более, что в моем прошлом также была работа в IT-компаниях. Я работал в крупной интернет-компании. Я занимался продажей компьютерной техники, оборудования. Я продавал интернет, продавал телефонию. То есть, я, в общем, на самом деле имею опыт лет 15 работы в продажах в IT-сфере. Прямой, личный. Вот. И я хотел вам рассказать просто кое-что практическое о неких типовых ошибках, которые я наблюдаю. И я надеюсь, что я сейчас умею сказать пару слов именно о том, что я вижу. И вы, наверное, слышали о том, что один из первых вопросов, который нужно задать, и который нужно осознать для того, чтобы наладить успешные продажи, это простой, замечательный вопрос. В чем преимущество компании? И в чем проблема-то? И региональные наши партнеры обычно говорят, ну, все у нас хорошо. Ну, вот москвичи предпочитают у москвичей заказывать. Все круто. Ну, вот такая беда. Ну, хорошо. А чем вы лучше у москвичей-то, собственно, в чем ваше преимущество? И в 80% случаев я получаю ответ следующий. Наше преимущество в том, что мы региональные, следовательно, можем делать дешевле, но с тем же качеством, что москвичи. Еще есть преимущество? Да нет, ну, все нормально, но мы же дешевле, все хорошо. Окей. Вы так хорошо. Но тогда почему москвичи предпочитают москвичей? Они говорят, ну, наверное, не думаешь, там качество выше. Я говорю, а что вы намерены сделать? Мы намерены сделать вид, что мы московская фирма, купить московский виртуальник, спрятать свой адрес и работать, как московская фирма. Я говорю, хорошо, и в чем ваше преимущество после этого? Они говорят, ну, как же, мы же дешевле. А чем вы дешевле дешевых москвичей? И так далее, и тому подобное. И вот такой бег по кругу, занудный, занудный, происходит долго, долго, долго. До тех пор, пока у людей не появляется все-таки некоторое мутное ощущение, они начинают подозревать, что их логика как-то не очень хорошо работает. Понимаете, да, в чем дело? И здесь, господа, здесь одна из самых основных важных проблем. И больше всего приходится работать со следующим. Мы не можем победить, мы не можем ничего заработать, мы не можем развивать свой бизнес до тех пор, пока нашим преимуществом является наша способность работать по более низким ценам. Вот до тех пор, пока мы с вами не находим то, что вы умеете делать здорово, то, что вы умеете делать намного лучше всех, вот до тех пор, на самом деле, вот развитие бизнеса у нас, оказывается, с вами невозможно. И вот это одна из, так сказать, очень больших проблем. И вот с этой точки зрения, вот прикиньте на себя. А не думаете ли вы, не дай бог, что вы сумеете наладить свой бизнес, сумеете победить в конкурентной борьбе только потому, что вы можете что-то сделать дешевле? Если это так, то вас ожидают большие неприятности, потому что вас выжбут. Вы будете работать ровно в ноль, вы будете работать ровно в себестоимость, вы будете платить программистам, дизайнерам и продавцам все те деньги, которые приходят в фирму. И ничего не будет оставаться. Я видел это много раз. Повторюсь, за вот эти годы у меня было очень много в консультации компаний айтишных, которые работали ровно в обрез. Вот им хватало ровно на зарплату и аренду. Их полно. И это вот некая такая первая из глобальных проблем, которую я хотел озвучить. Что еще у нас с вами? Какие у нас планы работ? Типовые планы работы. Мы наймем отдел продаж. Точнее так, у нас даже есть более подробный план работы. Мы наймем руководителя отдела продаж и наймем четырех продажников. Вот у нас такой план. И мы наладим продаж. Вопрос. Что будут делать эти люди? Легкое недоумение. Они продавать будут. Конкретнее. А что они будут делать? Ну как что? Продавать будут? А почему они будут делать? Дальше этого ничего не происходит. Коллеги, дело в том, что вот одна из таких очень хороших мыслей, связанных с управлением персонала, заключается в следующем. Стимуляции подлежат только простые действия. Вот вы хорошо знаете, что такое программирование, что такое дизайн. Как вы считаете, если вы увеличите стоимость за строчку кода в полтора раза, программист, он начнет программировать в два раза быстрее и в четыре раза качественнее? Нет. А поднимите оплату за строчку в пять раз. Он будет программировать быстрее и качественнее? Все равно нет. Понятно, да? Почему? Да потому что программирование творческий процесс. Вы можете заставлять людей быстрее махать лопатой. То есть выполнять больше понятных, конкретных, однообразных действий. Заставлять быстрее думать нельзя. Заставлять быстрее изобретать нельзя. Поверьте, продажи, особенно их организационные составляющие, тоже требуют определенного мозгового усилия. Думать надо. Знаете, вот я вам хочу сказать, вся проблема состоит в том, что насчет чая. Есть такое свойство очень интересное, услуг. Называется ненакапливаемость. Слышали, да, чем отличается маркетинг услуг от товарного маркетинга? Товар вы можете нагребать, в течение года надувать стеклянные шарики, а потом в декабре их продавать на елку. Правильно? А услуги могут быть реализованы только в тот момент, когда их попросили. Вот парикмахерская делать макияж новогодний не может весь год в запас. Может быть, видели, сейчас есть такая шутка в интернете, как сделать макияж за 10 секунд. Там разгладывает по столику, а девушка так лицом в стол. И поднимается, уже вся из себя. Дело в том, что такого рода интенсификация услуг, типа чай не будут пить меньше, в услугах работает очень плохо. Почему? Потому что в тот славный момент, когда вам одновременно войдет 5 клиентов, их кто-то должен обслуживать. Когда вы планируете услуги, вы всегда вынуждены оставлять довольно значительный запас. В среднем считается, что в услугах, в продажах, повременная загрузка не должна быть, ну, по крайней мере, лить соответственно за сколь-нибудь творческую деятельность, примерно 70%. 30% времени обязанно уйти, в среднем уйдет впустую, как бы в никуда. Почему? Потому что если у вас не будет вот этого запаса, то любой заболевший продавец выведет из строя вашу систему. Два внезапно пришедших клиента, или четыре внезапно пришедших звонка, приведут к тому, что вы потеряете клиентуру. То есть вы всегда, услуги в отличие от производства, производство планируется по среднегодовому спросу и нагрузке, а услуги вы вынуждены будете планировать по пиковой, по некому ожидаемому пику. Вам всегда приходится иметь небольшой запас. Поэтому вот эта идея будет меньше, чем пить чай. Вот меньше пить чай можно заставить в каком случае? Вот если вы точно знаете, что делать. Вы говорите, вот я вам принес базу данных, вот вы должны рассказать такой-то сценарий, вы должны эту базу обзвонить, нечего пить чай, звоним, произносим сценарий. Но те люди, которые занимаются этой работой, уже будут не способны заниматься переговорами, составлением коммерческих предложений, конкурентным анализом. Но ничего этого они делать не будут, они просто будут долбить по кнопкам. Это называется колл-центр. Если вам нужен колл-центр, наймите колл-центр для выполнения простых операций. Если вам нужны продавцы-переговорщики, то вам придется оставлять запасы. Так вот, проблема заключается в следующем, что стимулированию поддаются только простые действия. Что такое простые действия? Простые действия – это действия, которые я способен объяснить. Делай раз, делай два, делай три. Вот пиши такие-то бумаги, набирай такие-то номера, произноси такие-то фразы. Там, стой на углу с таким-то плакатом. Вот я вам точно говорю, точно договорю. Вот тогда, да, вот тогда я могу там стимулировать, вот тогда я могу погонять, вот тогда я могу там изучать, сколько времени человек пьет чай. Но до тех пор, пока я этого не сумел объяснить, до тех пор, пока я сам в подробностях не понимаю процесса, ничего происходить не будет. Вот вопрос. Как вы стимулируете ваш персонал? Как-как. Я установил супер-премию, пускай пашут. А вы не хотите хотя бы недельку немножко заработать денег в собственном предприятии на тех условиях, которые вы предложили своим продавцам? Ну, заработайте немножечко. Ну, покажите им мастер-класс, что вы спокойно вышибите вот эту премию, о которой вы им рассказываете. Ну, что, я дурак, что ли? Нормально. Да? Вот так вот, здесь проблема заключается в следующем. Коллеги, если вам кажется, что придет какой-то добрый парень и за вас придумает, как продавать, за вас придумает, что говорить, за вас составит какую-то волшебную базу данных по звонкам, еще что-то за вас такое сделает, этого не будет. Никто, кроме вас, особенно это касается тех в этом зале, кто является владельцами предприятия, никто, кроме вас, не понимает, как продавать. Понимаете, да? И вот вы можете нанимать фактически только лишние пары рук. Вот этими руками вы управляете. Ну, у вас не хватило двух, наверное, наняли еще две. Не хватило четырех, наняли еще две. Но этими руками будете управлять вы. И никто за вас не решит, как это делать. Вот в чем проблема. А я регулярно сталкиваюсь, слушайте, я вот найду сейчас вот супер-пупер целеустремленного, мечтающего о развитии, карьерно ориентированного, любителя денег, который... А? Да, стрессоустойчивого, универсала, я заплачу ему 30 тысяч рублей, и предоставлю ему замечательную морковку на удочке впереди. И он сейчас рванет. Он такой во всем умный, кроме одного. Он все знает, он все понимает, он способен на все. Но только он совершенно не понимает, что я не намерен ему платить. Да? Что деньги? Я тоже считаю. Вот в одном месте я должен быть клиническим совершенно товарищем. А во всех остальных местах очень умным и способным. Опс. Еще одна волшебная история. Абсолютно волшебная. Сколько вы зарабатываете на этой услуге? Берем там, тыгом в прайс-лист. Сколько вы на ней зарабатываете? Нет, ну вообще-то у нас денежный поток положительный. А эта услуга вам приносит хоть что-нибудь? Зачем вы ее продаете? Ну вот конкуренты продают, я тоже продаю. А вы что? Ну все же на ней зарабатывают. А вы на ней зарабатываете? Все, тишина. Вот этот у нас финансовый блок, который мы проходили, попытка разобраться, а что же у нас, где денежки-то? Не выплачивали. И вот когда участники писали уже свои работы, разбирали подробно так называемые маржинальные прибыли и убытки, когда вот уже так пытаемся добраться до каждой конкретной услуги в той или иной форме, вдруг бац, отрицательная маржинальность. Оказывается, компания доплачивает. Кто у кого застрадится социальство? Кто доплачивает за СИММ? Кто доплачивает за поддержку? Ребята, вы доплачиваете? Вас это не беспокоит? Ну она разовьется. А что вы сделаете, чтобы она развилась? Что вы намерены предпринять? Ну мы наймем еще пять продавцов. Кстати, о найме продавцов. Ведь это волшебная история. Коллеги, одна из важных вещей. Когда вы назначаете любую зарплату, умножьте ее на 12 сразу. И скажите, эти деньги, которые я намерен выкинуть, в надежде на то, что они вернутся. Это ставка в рулетке. Когда вы нанимаете людей, это ставка в рулетке. Особенно если у вас нет специального опыта отлаженного конвейера, система обучения, комплекта документации, продавцов-наставников, которые уже там всех ставят, разгоняют и запускают в работу. У нас с вами вдруг выясняется. Оп. Пять человек, да по 30 тысяч окладу, да умножим на 12, ну пару там, полтора, два с половиной, три миллиончика рублей. Мы так легко, так спокойно. Ну я уже даже там всякие офисы, компьютеры и прочую ерунду не считаю. Они нам наверняка принесут заказов. Сколько? Ребята, они вам должны принести намного радикально. Да, ну скажем так, если говорить в категориях прибыли, там у вас не бог весть какая, основная часть все-таки уходит всякие на вещи типа зарплаты, аренды, ну очень много, да. Там суммарная маржинальность бизнеса, вот то, что я сейчас вижу, ну на уровне там 10-15 процентов, не бог весть что. Вот чтобы вернуть 3 миллиона в виде 10 процентов прибыли, это мы сколько должны получить дополнительных заказов? На 30 миллионов, да, примерно. Вот как посчитать? Непонятно. Вы сколько? Упитерите свои заказы. Что у вас случится? Ну и как мы будем развиваться? Ну развиваться мы будем однозначно. Мы выйдем на рынок Москвы и оптимизируем свой сайт. Это наша базовая структура развития. Купим Яндекс Директ. Совершенно справедливо, да, вот. Тем более, что Яндекс там с оптимизацией прикрутил гайки, ну теперь будем Яндекс Директ покупать. Вот тогда у нас сразу станет все хорошо. То есть мы не будем пытаться стать солидными, мы не будем стремиться стать известными, мы не будем пытаться делаться лидерами каких-то новых технологий, да, то есть, нет, мы купим Яндекс Директ, все у нас будет хорошо и выйдем на рынок Москвы. Здесь, конечно, в Москве всех ждали. В течение прошедших 23 лет развития интернета, а нет, ну 20, да, в России. Вся? А, значит, за прошедшие 20 лет, конечно, в Москве никто ничего не делал, места не забивал, отделы продаж не отстраивал и вас здесь ждут. Ну, это я понимаю. Вот. Вот такие вот у нас дела. И я вас призываю, ну, конечно, нас рекламное, да, не забывать, что мы сейчас организуем вот эти курсы, да, и будем всем этим заниматься в подробностях. И первое, второе, регулярно организуется обучение не техническим. Вот 1С Битрик занимается бизнес-обучением. Вот уже целый год мы регулярно это делаем, да. Друзья, давайте, во-первых, интересоваться вопросами продаж, и во-вторых, давайте все-таки взаимодействовать в этом направлении. Вопросы? Вообще, еще раз порекламирую, курс стоил 12500, сколько он по времени занимает? Сколько по времени он занимает? Значит, у нас сейчас получается так, что у нас четыре вебинара часовых, ну плюс задания, они занимают много времени, да, то есть общая длительность курса 3 месяца, правда сейчас немножко растянется из-за лета, ну а дальше будем следующий запускать. Коллеги, это выжимка. Я каждый раз говорю, можно сутками ходить по лесу, а можно взять компас и выйти за 2 часа. Мы все равно учимся, учимся зарабатывать, учимся получать, это бизнес. То, что мы к нему относимся не как к бизнесу, ничего не меняет. Можно путь пройти за 3-5 лет и сказать, я научился бизнесу, а можно за 3 месяца. Давайте вопрос. Скажите, а где анонсируется вот это обучение, как узнать расписание, планы? Рассылки, рассылки, не работает. Я каждый раз не знаю, как включать его после этого. Микрофон хитрый какой-то. На самом деле мы делаем рассылку обязательно по всем партнерам. Это был первый курс, который мы запустили. Еще хотел обратить внимание, там ограничено количество участников, потому что с каждым Алексей общается, проверяет задания. То есть 15 человек у нас в курсе это максимум. Сейчас в первом курсе 18, просто потому что на первый было очень много желающих. Были все настойчивы. Давайте несколько вопросов еще. А можно один быстро такой блиц вопрос? Работают или нет холодные звонки в нашей области? Да, нет. Что, что? Я простите. Ответа да, нет предоставлено быть не может. Десять секунд в комментариях. Холодные звонки работают в том случае, если вы продаете нечто, решение о чем принимает не топ-менеджмент, то есть решение принимается на уровне менеджер-менеджера, во-первых, и во-вторых, когда вероятность попадания в нужное время в нужное место звонком достаточно высока. То есть оценочно примерно так. Примерно хотя бы сейчас я скажу, примерно 15 процентов звонков должно кончаться хотя бы началом переговоров. То есть они примерно хотя бы 15 процентов, а лучше 10 процентов должны кончаться потеплением звонка, переходом в состояние теплый звонок. Вот тогда будет работать. Если нет, то бесполезняк. тихо-тихо-тихо-тихо, это вот в кулуарах, секунду, мы не успеем. то есть появился интерес, вас попросили предоставить предложение и начали задавать вопросы. Не сказали, пошли вон. Ну, кстати, важный очень тезис именно то, что не топ-менеджер. Констовары можно продать, да. Если вы хотите пробиваться на топ-менеджмент, практически не будет работать. Валерий, Флексмедиа, вы сказали такую вещь, что стимулировать можно только простые вещи, простые какие-то ну, итерации. Я позволю не согласиться с этим. Может быть... Вопрос или комментарий? Если вопрос, задавайте вопрос, если комментарий, то извините. После доклада. Окей. Вопрос. Я хочу обратиться к залу. Есть кто-нибудь... Это не вопрос. Нет, это реально. Есть кто-нибудь, кто учился и прошел первый тестовый курс? Курс первый тестовый не закончен. Он еще не закончен. Ну, хотя бы кто-то. Может быть, просто подойти потом мне и спросить. Это классно? Все. Я подойду к вам. Спасибо. Спасибо большое. Такой вопрос интересный. Здесь должно быть два человека минимум, я знаю. Прокомментируйте. Я хотела прокомментировать, что курс Алексея заставил меня думать. Думать о том, что мы делаем, зачем мы это делаем, куда нам двигаться. То есть, вот, собственно, на это он и направлен, я так думаю. Спасибо. Спасибо большое. Компас. Давайте последний вопрос. Валентин, компания Гендальф. Я бы хотел узнать, а планируется после курсов еще индивидуальный тренинг? Это вы уж сами договаривайтесь. Значит, там ситуация очень простая. Дело в том, что в течение курса я на форуме и так далее отвечаю и выделяю определенное время для общения там по скайпу, телефону и так далее, во-первых. Ну, а после окончания курса, ну, моя работа, я зарабатываю на том, что предоставляю тренинги и индивидуальные консультации, поэтому, конечно, буду рад. Алексей, спасибо большое. Спасибо за то, что согласился и вообще участвуешь в этой программе. Коллеги, мы много вам говорим о том, что учиться это очень эффективно. На самом деле, круто идти в правильном направлении. КОНЕЦ